Привет всем и нашим верным телезрителям и тем, кто случайно включил телевизор и попал на нашу программу. Располагайтесь удобнее и никуда не уходите от своих телеэкранов. Ведь наши сюжеты уже ждут не дождутся вашего внимания. Итак, мы начинаем. Сегодня в программе оторвемся от земли вместе с авиамоделистами станции юных техников. Познакомимся с удивительным человеком, который является священником и скаутом в одном лице. Узнаем у прохожих, какие школьные предметы пригодились им в жизни. После чего поговорим о любви, а напоследок отправимся в гости к Алине Белицкой, чей дом по праву можно назвать мини-зоопарком. Не пропустите! Наверное, все люди умеют делать самолетики из бумаги. Но только не у всех они могут еще и летать красиво. Наша коллега Настя Грищук недавно побывала на встрече с юными техниками, которые не только сами смастерили планеры, но и запустили их в полет. Пасмурный осенний день соревнований по запусканию планеров превратили серое небо в необычную трассу для полетов. Выйдя на открытую местность, юные воспитанники авиамодельного кружка станции юных техников решили устроить испытания для своих планеров, которые сделали своими руками. Мальчишки занимаются всего несколько недель, но уже успели соорудить летательные аппараты, которые в этот день отправили в свой первый полет. Чтобы такой самолет надо сделать, нужно терпение, хороший труд и очень много ответственности. Главное тут точность. Главное точно вырезать и чтобы оно ровно все было. Я решил заниматься этим видом спорта, мне он давно нравится. Я все делаю авиамодели недавно начал. Занимаюсь этим только три недели, но мне это сразу понравилось. Я чувствую, что это мое. Нужно сделать все очень хорошо, чтобы не было никаких щелей, чтобы он не сломался. Ну просто надо, чтобы все было ровно, красиво. Я здесь повлекался самолетами, конструкторами и мне нравится заниматься. Мне еще нравится запускать планеры. Юные техники изготавливают уменьшенные модели тех планеров, на которых могут летать люди. Их особенность в том, что они парят в небе без помощи двигателя, а за счет своей легкости и формы крыльев. Запуская свои модели, ребята стремились к тому, чтобы они как можно дольше находились в полете. А для этого у них есть специальная техника запуска. Надо натянуть на ней сам леер на противоположное ветро. Когда запускает, надо нос самолета должен поднятый. И надо сначала побежать быстро, а потом отпускать лишь леер. Такое увлечение мальчишек развивает инженерное мышление, говорит руководитель авиамодельного кружка Николай Шевчук. А возможно, кто-то из них в будущем станет известным инженером-конструктором. У меня результат почти 12 секунд сказали. Ну, я даже не знаю, как у меня так получилось. Наверное, удача подвернулась. Ну а пока ребята получили свой первый опыт в управлении планерами. А мы желаем мальчишкам успехов в этом увлечении и впредь показывать только высший пилотаж. В прошлых наших программах мы неоднократно рассказывали вам о скаутах нашего города. Сегодня скаутинг интересует не только подростков, но и многих взрослых людей. Смотрите наш следующий сюжет, в котором мы познакомим вас с необычным представителем этого движения. Популярность скаутского движения набирает обороты, а число его представителей непрерывно растет. Причем не только среди девчонок и мальчишек школьного возраста. Скаутом можно стать и в 37 лет, как, например, это сделал протодиакон Иоанн Диденко. Священнослужителя, занимающегося благотворительной деятельностью, к этому шагу подтолкнул случай. Подтолкнуло то, что мои друзья, у которых я в воскресной школе преподавал и закон Божий, и остальные предметы, они себя не очень хорошо вели в храме. Они там мобилки доставали, баловались, смеялись, их настоятель выгнал из храма. И я понял, что нельзя так, чтобы они совсем ушли. Я им сказал, давайте после храма останьтесь, я к вам выйду, и мы с вами что-то начнем. И так после каждой службы в воскресенье. Мы с ним уходили в лес, общались там, в лесу узнавали, как выжить, да, начиная, там вспоминали Робинзона Круза, вспоминали других персонажей каких-то детских. Увлекательные походы, тяжелые рюкзаки, разведение костров и путешествия по удивительным просторам родной страны – все это пришлось по душе батюшке Иоанну. И теперь его называют главным скаутом Украины. Так в нашей стране появилось православное направление этого движения. И оказалось, что скаутинг – это не только туризм, это не только знание, как выжить на природе, а это всестороннее развитие человека. Проводя много времени на природе, пребывая в постоянном общении, ребята борются со своими недостатками и укрепляют достоинства. Сам отец Иоанн, занимаясь скаутингом, не только получает удовольствие от единения с природой, но и стимулирует себя к поддержанию хорошей физической формы. Сейчас вот эти вот ребята, которые в воскресной школе, которые были хулиганами и которых выгнали из храма, они, во-первых, они стали такими очень хорошими скаутскими лидерами, то есть теми, кто передает другим детям информацию, хотя им еще сейчас не более 20 лет там многим. Во-вторых, они все начали лучше учиться, поступили в высшие учебные заведения. В-третьих, они начали приходить в храм уже осознанно. Ребенок, занимающийся скаутингом, вырастает настоящим человеком с большим чувством ответственности за все свои поступки. Главный скаут Украины говорит, что скаутинг – это игра во взрослую жизнь, где люди учатся жить в экстремальных условиях и помогать друг другу, и уверяют, что, вернувшись с похода, человек меняется. После всех наших мероприятий, приезжая домой, у меня всегда такое ощущение, что я с рая вернулся на землю. И на земле очень много проблем каких-то взрослых, непонятных, потому что там, в раю, в лагере или в походе, было все четко, все прямо, что-то не так, мы все выясняем. Что-то где-то у кого-то плохо, мы сразу идем на помощь. Что-то не так, мы сразу все активизируемся. Здесь все по-другому. И все ребята, которые приходят домой после лагеря, даже тот, кто первый раз пошел, они приходят совершенно другими. А когда ребята собираются вместе, то всегда вспоминают увлекательные приключения, которые случились с ними во время походов. В нашем скаутском обществе получается, что эти дети, они общаются между собой, они дружат между собой. И в этом обществе нашем у нас не принято курить, пить, шутить на скорбезные какие-то темы. У нас принято заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, улыбаться, шутить, вместе куда-то идти, что-то делать, не сидеть перед телевизором. Обязательно нужно иметь какое-то хобби, увлечение. Обязательно надо чем-то интересоваться. Это должно быть в крови. Любовь к путешествиям, любовь к познанию чего-то. Она должна быть обязательно. Если у нас это есть, у нас есть шанс вырасти нормальными людьми. Пока мы молоды, бодры и полны сил, нужно направлять свою энергию в нужное русло и использовать свой потенциал на полную мощность в разных сферах жизнедеятельности. Каждый день с понедельника по пятницу школьники ходят на занятия, где их обучают разным предметам и задают множество домашних заданий. Некоторые делают уклон на математику, но о некоторых нравится физкультура. Вот я и решил узнать у взрослых, какой из школьных предметов им пригодился в жизни. Физкультура пригодилась. А как она вам помогает сейчас? Ну как, я закончил физкультурный, учителем физкультуры работал. Наверное, химия, потому что работаю поваром. Русский язык люблю, считаю, зарплату свою считаю, чтобы растянуть от зарплаты до зарплаты. Вот так вот, ребята. Математика – это основа жизни. Математика. И каким образом? Деньги считаем хорошо. Рисувание. Особенно предмет истории, общество, ведение, тогда было государство и право, эти предметы очень приоделись. А чем они вам сейчас помогают? Ну, во всяком случае, проработала в школе учителем истории, это стало моей профессией, но сейчас я немножко… Они помогают мне разобраться в сегодняшнем мире. Как усвоишь, так и помогут. Химия. А каким образом? Биология. Я медработник. Работаю в лаборатории. Та же самая математика, та же самая геометрия. Ну, немножко, скажем так, линии расчертить. Ну, география, общеобразовательные предметы в любом случае. Химия пригодилась. А каким образом? История пригодилась. Каким образом они вам пригодились? По работе нужны было химия. Никакие не пригодились. Ой, труды, наверное. А каким образом они вам пригодились? Готовить научилась, убирать. Пригодился предмет литература, русская литература и русский язык. Потому что на уроках литературы преподаватель, он обычно настоящий педагог хороший, он как бы созидает душу человеческую. Вот, когда задают детям читать произведения какие-то литературные, а потом на уроках разбирают, как ведут себя герои этих произведений, то при этом, я думаю, созидается душа ребенка, душа человека. Никакие. Математику, геометрию сейчас. Каким образом? Ремонт. Ремонт дома. Геометрию вспоминаем. Как углы складывать. А прямо сейчас мы предлагаем вам просмотреть сюжет о делах сердечных. Если вы подумали, что в нем мы будем расшифровывать кардиограммы, вы ошибаетесь. Мы просто решили порассуждать на вечную тему любви. Сегодня каждый школьник из интернета, печати и телевидения может свободно получить сведения о взаимоотношениях молодых людей, включая самые интимные моменты. И зачастую в начале подростки узнают о том, что такое секс, а уже потом пытаются разобраться, а была ли любовь. Они знают, что такое секс, они знают, что такое любовь, а душа требует этого знания, им очень хочется знать, что это такое. Они не могут ее испытать, потому что их уже отравили вот этими ранними знаниями, которые называются сексуальное просвещение. И они уже не могут к чувству любви отнестись романтически. А ведь юношеская влюбленность потому и неповторима, что понятия дружбы и любви в ней тесно переплетаются. Милые трогательные моменты и романтические встречи должны переобладать над интимной стороной отношений. Ведь первая любовь, пусть и не всегда долго длится, но так или иначе запоминается на всю жизнь. Что в твоем понимании любовь? Ну, в моем понимании любовь это прежде всего взаимная симпатия к друг другу, когда мальчик ценит свою девочку, а девочка ценит мальчика, когда он ее не обижает. Такое чувство, когда ты реально понимаешь, что ты не можешь жить без человека. Любовь это вот, когда ты стоишь где-то на улице, видишь ее, потом такой оп, она на тебя смотрит, такая, ты же оп, там внутри что-то, оп, и все. Любовь это глубокое чувство, которое, ну, просто невозможно объяснить словами. Когда ты заходишь в контакт и сидишь и смотришь на ее аватарку, думаешь, блин, вот это я в ее влюбился. Любит, не любит. Лучше ромашки на этот вопрос ответят психологи. Мне даже один очень, как бы это потактичнее сказать, ну, очень большой ловелас, телевизионщик мой знакомый, ему было уже целых 40 лет, он был давно не юноша, он был отцом взрослой дочери, довольно взрослой. Вот у него уже дочь была в юношеском возрасте, но он был разведен с женой. Мне казалось, что он такой развратник, такой циник. Он по ночам, приходя с телевидения, смотрел порнофильмы, у него была целая коллекция. И вдруг он влюбился. Он позвонил мне и сказал, ты знаешь, все, что ниже пояса заморожено. Вот что такое влюбленность настоящая. Влюбиться можно в любом возрасте, ведь важно не то, сколько тебе лет, а насколько искренне твои чувства. Уже в детском саду у девочек и мальчиков появляются первые симпатии, которых они не стесняются признаться. Мне нравится девочка Даша. А почему она тебе нравится? Потому что она красива. Мне нравится Данил Довгий. А почему он тебе нравится? Потому что он как принц. Нравится Андрей. Потому что если его бьют, он очень сильно бьется, он сдачи хорошо дает. Мне нравится Лиза. Она никогда не злится ни на кого. Любовь бывает разная. Платоническая, страстная, безответная, приносящая радость или разочарование. Но какой бы она ни была, каждый человек хоть раз в жизни хочет испытать это чувство во всех красках. Любовь, даже безответная, это, в общем, самое главное потрясение и самое главное счастье юношеской жизни. И вот этого самого главного счастья и потрясения сегодня многие не испытывают. И они чувствуют, что им самого главного не хватает, очень страдают от этого. А если тебе еще не приходилось испытывать ничего подобного, не спеши расстраиваться. Любовь обязательно к тебе награнит. Нужно только верить в нее. Она существует, это вечная любовь. И что они просто должны перестать читать всякие глупости, слушать взрослых, вредоносных, которые эти сведения им раньше времени сообщают. Вот, что самое главное не это. А любовь, которая вообще не только бывает не связана с сексуальными чувствами, она им бывает как бы противоположна. Ты можешь встретить свою вторую половинку где угодно. Просто гуляя по улице, на футбольном стадионе или в очереди в магазине. Это может быть любовь с первого взгляда, а может быть и со второго. Но будьте внимательны, чтобы не перепутать это чувство с чувством гормонального всплеска. Так хочется завести домашнее животное, но дома я бываю редко. Что делать? Даже не знаю, Соня, в квартирах и домах каких только питомцев не встретишь. Вот бы я обрадовалась, если бы у меня дома поселилась панда. Ничего себе желание! Я думаю, такому зверю удивились даже герои нашего следующего сюжета, у которых в квартире настоящий зверинец. Семья Белецких настолько любит животных, что содержит собственный мини-зоопарк. А именно пять котов различных пород. Экзотическая короткошерстная, шотландская веслоухая и персидская. А еще самую большую улитку в мире – попугайчика, пекинеса и жабку. Сначала мы купили одну кошечку. Потом мама посмотрела в интернете и увидела еще. Смотрим. Ой, какая красивая кошечка. Посмотрели на нее. Мама говорит, давайте купим. Мы купили еще одну. И вот так вот все. Алина очень любит своих питомцев. Все ее кошки породисты и эксклюзивны. Каждая со своей родословной. Степанида, Порш и Мошка – представители экзотической короткошерстной породы. Первая в доме Белецких появилась Степанида или просто Стеша. Она вот может целыми днями лежать, спать там. Вот. И выходит только кушать. Кот Порш чуточку ленив, зато очень любит поиграть с другими котами. У него очень веселое настроение всегда. Мошка – дружелюбная кошечка, которая очень любит по вечерам смотреть телевизор со всеми членами семьи. А еще бегает за своим мостом. Мы назвали ее Мошкой, потому что она была маленькая-маленькая и с большими глазами. Вот. Она была дымчатая-дымчатая. Вот. Сейчас она уже выросла. Ну, не очень, но такая компактненькая. Она игривая. Если с ней сидеть и играться, то она очень долго играется. Вот. Потом она может бегать за своим хвостом. Увидит хвост, мотыляет и бегает за ним по кругу. Четвертый кот Алины – Боня. Белый перс. Этому игривому четвероногому другу очень не нравится, когда хозяева обделяют его вниманием. Боня с первого дня нашел общий язык с пекинесом капой. И можно сказать, что они стали настоящими друзьями. Песик – любимец Алины. У этой собачки есть одна очень интересная особенность. У нее макушка головы пахнет медом цветочным. И пахнет она только тогда, когда в доме царит любовь и благополучие. Эта порода была выведена в Китае почти 2000 лет назад. Пекинес – отличное приобретение для дома, в котором есть маленькие дети. Эти собачки любят поиграть и настолько хорошенькие, что похожи на живую игрушку. Лёля, так зовут пятую представительницу семейства кошачьих, своеобразная и спокойная. Это любимица Алины, потому что ей по душе тихие и своенравные кошечки. Своеобразная, темпераментная. Она когда захочет, тогда придет, ляжет на руки, чтобы ее гладить. А так она сама по себе. Особый тропический вид дома придает аквариум с хищными рыбами. К счастью, там не плавают акулы. Но здесь нашли приют многие другие обитатели морских глубин. Такие, как астронотусы, рыба-попугай, несколько видов самов, каламарский молоко хаид и анцитрусы. Мы решили завести рыб, потому что они успокаивают, потом придают комнате насыщенность. Сначала у нас были не хищные рыбы, но они были не такие проворные. А санатусы рыбы очень темпераментные. Они могут поменять в час, в период нереста, они могут поменять за час 20 цветов. От черного, от темно-темно-черного до такого, зеленого. Еще один необычный житель семьи – самая огромная улитка в мире. Она выделяет слизь, которую в косметологии применяют как средство для омолаживания. Она у нас в качестве кошки, так сказать. Ее тоже надо кормить каждый день. Обрызкивать ее, чтобы у нее был влажный клип. Маленькая жабка также имеет постоянную прописку в квартире Алины Белецкой. Мы когда шли по рынку, ввлекуясь, моя маленькая сестричка увидела жабок и начала кричать «кап-кап, кап-кап». Вот, мы и купили ей кап-кап. Кап-кап! Оля, ну блин! Летающий, говорящий житель квартиры – волнистый попугайчик по имени Чирик. Он очень любит целоваться и делает это почти каждый день в знак любви к своей хозяйке. Мы его назвали так, потому что он очень много разговаривает. Ну, не то, что много, но он каждый раз говорит, поет разные песни. С животными он ладит. Мошка ему сразу понравилась. Он начал, он ей обкусывал первое время усики. Такое количество кошек вокруг сказалось на Чирике. И в его словарном запасе появилось новое слово. Один раз я зашла в комнату, он был сам, ну, летал по комнате. Вот, и он сказал «мяу!» Вот, какими-то вот своими такими вот звуками сказал «мяу!». Давно доказано, люди, которые имеют много животных и любят их, живут дольше, чем те, которые не питают братьям нашим меньшим никаких чувств. Мы ни в коем случае ничего вам не навязываем, но все же. Уговаривайте родителей купить вам питомца. Уверены, он станет любимцем всей семьи. Нам с нашими животными никогда не бывает скучно. Они всегда нам поднимают настроение. Люди любят, когда их любят, когда их вместе любовь разбудит. Чтоб рядом быть, людям просто нужно любить. Словно вольный ветер, словно океан, бурная река. Нет таких на свете, смотришь высоко, не замечая, что как пламя душу родишь. Люди любят, когда их любят, любят, когда их вместе любовь разбудит. Чтоб рядом быть, людям просто нужно любить. А ты не верил в любовь, не верил в его, для счастья закрыт. Ты веришь, чтоб вместе быть, людям просто нужно любить. Я, я, я ж тебя любила, я тебя ждала, верила, придет. Чувство, как ламина, чувство, как волна. И раздопит лёд, как пламя, чёрно молит. Люди любят, когда их любят, когда их вместе любовь разбудит. Чтоб рядом быть, людям просто нужно любить. А ты не верил в любовь, не верил в его, для счастья закрыт. Ты веришь, чтоб вместе быть, людям просто нужно любить. Время нашей передачи истекло. Надеемся, что вы провели его с пользой. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»